Вячеслав Бетаров встретился с жителями селения Нижний Феогдон на арт и рассвет Ордонского района. В этот раз встреча прошла в Доме культуры Нижнего Феогдона. Как обычно, там принимали участие и представители министерств и ведомств республики. Вопросов у людей накопилось немало. Спрашивали о замене водопроводных труб, ремонте дорог, речных дамб и домов культуры, освещении улиц и отсутствии спортивных комплексов и площадок. Какие еще вопросы задавали в репортаже Берты Беджеловой. Без внимания заслуженного учителя страны и 75-летнего юбиляра Ирбега Кулова глава Северной Осетии не оставил. С такого приятного момента началась очередная встреча главы республики с населением. На этот раз Вячеслав Бетаров общался с жителями селений Нижний Феогдон, Нарт и Рассвет Ордонского района. Первый вопрос уже по традиции о землях. Вячеслав Бетаров отметил, что тем, кто действительно хочет работать, необходимо создавать комфортные условия. И дал поручение профильным министерствам и администрации района разобраться в вопросе. Не менее актуальный вопрос – ремонт дорог и речных дамб. По словам главы муниципального образования Ордонский район Владислава Тотрова, на эти цели нужно более 100 миллионов рублей. Средства запрашиваются из федерального бюджета. А русло рек, как отметил Вячеслав Бетаров, расчистят специальной техникой. Замена водопроводных труб и отсутствие воды на одной из улиц особенно актуальна для жителей селения Нарт. Как обозначил глава республики, этот вопрос стоит во многих населённых пунктах республики. Решать его будут постепенно. Жительница рассвета Галина Тибилова пожаловалась на отсутствие аптеки в селе. Чтобы купить лекарства больному супругу, ей приходится ездить в соседние сёла или районный центр. Вячеслав Бетаров отметил, что и эту проблему намерен решать. Аптека – это деморождан. Вячеслав Бетаров, в районе Владиславович района Амурта, в районе Аптеки, в районе Аптеки, в районе Аптеки, в районе Аптеки, в здравоохранении министра Миша, в районе Аптеки. Ещё один актуальный вопрос для жителей рассвета – сохранение сельской школы также не остался без внимания главы республики. По словам Вячеслава Бетарова, ни одну школу ни в одном селе больше не закроют. Отсутствие возможностей для занятия спортом в сёлах волновал многих участников встречи. По словам Владислава Тотрова, только в Ордонском районе нет спортивного комплекса. Но строить его будут, равно как и спортивные залы и площадки в сёлах района. В Ордонском районе, в районе Аптеки, в районе Аптеки, в районе Аптеки, в районе Центра. В Ордонском районе, в районе Аптеки, в районе Аптеки. Вопросов было много и на каждой люди получили конкретные ответы. Если хоть старый, хоть новый клуб, но там нужно работать. И на что мы должны проводить свои мероприятия, на это у нас денег нет. Бюджет попросили внести 90 тысяч, но нам их аннулировали. И сейчас я этот вопрос задала. Бетаров, дай бог ему здоровья, передал этот вопрос руководителю района. И он пообещал, что эти 90 тысяч будут нам выделены. После официальной части – время личных вопросов главе республики. В целом, таких встреч Вячеслава Бетарова с населением Ордонского района будет пять. Главу Северной Осетии ждут и в других сёлах. Берта Беджелова, Хетак Гапоев, Заур Котзаев. Новости Осетии.